Всем здравствуйте! 30 марта. Выбрался я в лес, правда, пешочком. Решил прогуляться. Вот первая встреча с животинкой. Не знаю, как будет меня на ветер. Слышно ветер боковой, сильно дует. Может быть на камеру шумно будет. Попробую сейчас подойти поближе. Там в поле еще видел, ходили. Постараюсь пройти потихонечку. Может быть увижу рогатого. Посмотреть на какой стадии развития рожки у них. Во вторник ехал с работы. Косувальд ушли 7 штук. Один рогатый был. У него очень уже большие такие рога были. Так что вот так вот. Первые весенние косули. Открываем сезон. И тут я, короче, вот так вот одетый. На белом фоне вообще как пятно. В общем, взял себе камуфляж. Так вот есть рыжая борода. Так вот, хоп, нет рыжей бороды. Так вот сейчас и подкрадусь. Короче, зверь меня услышал. Хоп, все, спрятался. Меня аж и не видно. Я за кустиком. Как будто, в общем, делает вид. Что я ему стал неинтересен. Раз такой опять беспалево поднял голову. Сейчас два-три раза перешду, когда он так сделает. И буду менять позицию. Есть у них такая хитрость так делать. А это молодой. Была бы старая коза. Да, вот так вот пасется, пасется. Если один раз тебя заметила и потом очень резкими движениями пытается спалить. Сменил ли ты положение или нет. Летом, надеюсь, тоже засниму этот момент. Вот так вот он. Ну, что я говорил. Работает кустик. Причем, скрадывает желательно, чтобы как можно предметов, желательно каких-нибудь мелких там, кусты, молодняк, скрывали. Скрывали. Ну, на протяжении, наверное, на этом расстоянии между мной и зверем было. Тогда даже в полный рост можно идти. Достаточно будет просто замереть. Если более открытым местом идти. Вот сейчас стою в полный рост. На протяжении вот берез много. Раза три уже на меня голову поднимало в мою сторону. Но достаточно того, что просто стою неподвижно. А если более открытым местом идти, тогда лучше уж практически сидя крастьтесь, чтобы не так выделяться. Ладно, пробуем дальше. В общем, вот она зашла в лес обратно. Не легла. На меня смотри. Метров восемьдесят, наверное. Одно время не буду тратить. Пойду попробую, если сейчас это упишет, не напугает тех, что на поле. Попробую разглядеть, что там за зверь ходит. Ухо в мою сторону повернуло. Вчера я спрячусь и пойду дальше. В общем, подошел метров на пятьдесят. Ближе уже не подойти. Здесь снег впереди. Уже не подпустит. Уже не подпустит. Ах. И мясо. Ах. Кстати, пишите в комментариях, кто куда стреляет. Ах. Ах. Так, оказывается-то там зверя-то. Зверя-то там оказывается. Вон оно что. Зверя я не взял свою двустволку. Пытается вынюхать. Вот так вот тут, вот так вот. Ладно, идем дальше. Что я вам скажу. Их оказалось там гораздо больше, чем я ожидал. Тут уже надо было бы не с двустволкой идти. В лесу еще снега много. Вон в сапагах. Еще много. Я думал гораздо меньше. В кустах еще больше. Сейчас я возьму веточку сосновую. Заварить ее с сахарным сиропом. И подкормить пчел. Может быть еще выживут. Глухари. Глухаря признаки обитания. Сосновые эти грызет. Грызет, говорю, ест. Есть тут и глухарь, значит. Вот так вот тут. В общем, побежало их там около десяти штук. В итоге до самого ближайшего. Метров сорок, наверное, было. Вот так вот тут. Было бы их там меньше. Один бы даже. Можно было бы подойти. Мне кажется, еще ближе. Но снег. Он хрустит сильно. Здорово. Сильно прямо. Но ничего. Начало положено. Зверь в лесах есть. Перезимовал. С понедельника или когда там со вторника. Апрель месяц начинается. Буду искать эти ревильные така. Если жеребьевку не выпаду. У нас одна лицензия всего. И 12 заявок, по-моему. Или даже больше заявок подано. Там уж кому повезет. С видеокамерой поснимаю. Да и есть у меня вообще-то двуствольное ружье моё. С которым никто же не запрещает охотиться. Неправильно. Ну вот так вот. Что еще будет интересное. Включусь. Думаю сейчас вот еще до одного места дойду. И в сторону дома буду выдвигаться. Там если не знаю. Есть что поснимать то поснимаю. Если нет. То всем до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.